Говорит Америка. Всем привет и слава Украине! Вы смотрите и слушаете Рашкин Репорт. Меня зовут Юрий Рашкин и это новости из США. Текст и перевод Игоря Айзенберга. Слегка с запозданием. Вот что произошло в четверг, 22 июня 2023 года. Сегодня в выпуске. Визит премьер-министра Индии Моди в США. Краткая сводка других новостей. Жмите лайки, подписывайтесь на Рашкин Репорт. Все ссылки на наши соцсети в описании к этому видео. Ну а мы продолжаем. В США с государственным визитом находится премьер-министр Индии Нарендро Моди. Значение, которое придают этому визиту президент Джо Байден и его администрация, подчеркивается тем, что Моди всего третий лидер иностранного государства после президента Франции и Южной Кореи, который был приглашен президентом Байденом посетить США с государственным визитом. В соответствии с американским протоколом, государственный визит – это высшая форма приема лидера иностранного государства, предусматривающая не просто переговоры в Белом доме с президентом, но и встречу иностранного лидера с вице-президентом, торжественную церемонию встречи у Белого дома, государственный обед в честь иностранного лидера в Белом доме, как правило, выступление иностранного лидера перед Конгрессом, и, как правило, ответный обед, устраиваемый иностранным лидером. Государственные визиты обычно тщательно готовятся и сопровождаются также подписанием важных договоров и соглашений. Почему такое значение придается визиту МОДе в США? Потому что мир, как часто повторяет президент Байден, в том числе и сегодня, принимая индийского гостя, переживает переломный момент своей истории, случающийся один раз в течение жизни нескольких поколений. В мире происходит ожесточенная борьба между авторитаризмом и демократией, между цивилизацией и антицивилизацией, между прошлым, который хочет загнать мир авторитаризм, и будущим, которому стремятся демократии. С точки зрения Джо Байдена и его советников, очень важно, чтобы Индия была на правильной стороне истории и, являясь с недавних пор самой большой по численности населения страной в мире, была демократией не только по форме правления, но по своему духу, чтобы она выступала вместе с другими демократиями на их стороне, на стороне добра и против зла. Подводя первые итоги визита, премьер-министра Моди в США нужно признать, что американскому президенту и американской дипломатии удалось достичь определенных успехов в том, чтобы Индия перешла из разряда стран, так называемого глобального юга, в разряд демократических стран, именно с точки зрения исследований тем же ценностям, которым следуют другие демократии. Но только определенных успехов. К сожалению, из того, что говорил премьер-министр Моди, из итогового коммунике о переговорах следует, что индийский премьер и его страна не решились отказаться от своих отношений с Россией. И Моди, и итоговое коммунике называют российскую агрессию в Украине цитата «конфликтом в Украине», ограничиваясь упоминанием о том, что так называемый конфликт должен разрешаться в соответствии с уставом ООН и с уважением принципа суверенитета. Россия при этом вообще не упоминалась ни в выступлениях Моди, ни в итоговом коммунике. Президент Байден, выступая на совместной пресс-конференции с гостем, тем не менее, назвал вещи своими именами. То, что происходит в Украине, он назвал развязанной Россией жестокой войной. Однако, очевидное нежелание премьер-министра Моди публично осудить Россию и ее агрессию, выразить солидарность с Украиной, говорит о том, что он не собирается, во всяком случае на данный момент, осложнять свои отношения с Россией, не собирается менять свою позицию лидера глобального юга на позицию лидера самой населенной демократии мира. Глобальный юг – название, укоренившееся за странами, расположенными в глобальном пространстве южнее Европы и Северной Америки. И большинство стран, принадлежащих к этому неформальному сообществу, остаются в парадигме своего постколониального отношения к бывшим митрополиям-колонизаторам, то есть к нынешней западной цивилизации. Отношения, которые можно охарактеризовать как что-то между настороженностью и неприязнью. Оно разное у разных стран, но в любом случае такое отношение автоматически предполагает как минимум определенный барьер, не допускающий сближения. И с другой стороны, большинство стран глобального юга испытывают традиционный сентимент по отношению к России, сложившейся со времен СССР, а СССР и был у них Россией. С тех пор, как Советский Союз поддерживал многие из этих стран. У СССР и его вождей была своя логика. Они считали, что страны, которые были колониями западных государств, должны быть настроены против Запада и всячески настраивали их против Запада, снабжая их, например, оружием. Чего ж далеко ходить? Та же Индия до сих пор вооружена примерно на 80% советским и российским оружием, хотя при этом смогла создать собственное ядерное оружие. Преодолеть такое отношение стран глобального юга к России, как оказалось, крайне сложно. Для них Россия – это продолжение покровительствовавшего им СССР. Отсюда и так называемые мирные планы, и нежелание осудить Россию, и нежелание выразить поддержку Украине, и тем более нежелание оказывать Украине помощь. Не случайно, кстати, как сообщила газета Financial Times, советник по национальной безопасности Джейк Салливан и заместитель государственного секретаря Виктория Нуланд собираются вскоре встретиться в Дании с представителями целой группы стран глобального юга, чтобы поговорить с ними об их позиции, об их нежелании выступить против российской агрессии и поддержать Украину. Тем не менее, визит МОДИ в США принес ряд важных результатов. Значительно вырастет объем сотрудничества между США и Индией, в том числе экономического и военного. Два момента следует отметить особо. Компания General Electric будет производить в Индии авиационные двигатели, а компания General Atomics – дроны военного назначения. Будет поощряться развитие совместных военных производств. В Индию смогут заходить на ремонт корабли американского военно-морского флота. Будет происходить постоянная координация между военными командованиями. Авиакомпания Air India закупит 200 пассажирских самолетов Boeing, что обеспечит надолго работой жителей 44 американских штатов, работающих на заводах компаний Boeing. Подписано и множество других соглашений. О сотрудничестве в областях квантовых технологий, искусственного интеллекта, исследований космоса будет развиваться множество других экономических и научно-технологических проектов. Важно, что и США, и Индия придают важное значение дальнейшему укреплению всевозможных связей и координации действий стран квадрата – США, Индии, Японии и Австралии. Так называемый квадрат – неформальная организация самых развитых демократических стран Индо-Тихоокеанского региона, созданной для противодействия политической, экономической и военной экспансии Пекина в этом регионе и поддержания там международного порядка, основанного на общепринятых правилах. Что осталось за кулисами официальных заявлений и выступлений Байдена и Моди, мы пока не знаем. Наверняка президент Байден говорил с индийским гостем и о рекордных закупках Индии и российской нефти, и о перепродаже этой нефти в другие страны. Тем самым эта нефть, так сказать, отмывается от ее российского происхождения. И о поставках из Индии в Россию различных товаров, в том числе о поставках частными фирмами, товаров в обход американских санкций. Какой будет реакция премьер-министра Моди на это, мы увидим не по словам, а по действиям Индии в ближайшее время. Ну и очень коротко о других новостях. Спецпрокурор Джек Смит передал адвокатам Трампа стенограммы всех показаний свидетелей обвинения, которые были даны в большом жюри, а также копии документов, полученных от свидетелей. Тем самым спецпрокурор показал, что он и его команда прокуроров полностью готовы к судебному процессу по делу Трампа. Судья назначила первое предварительное слушание на 14 августа. Палата представителей голосованием строго по партийной линии «Все республиканцы за, все демократы против» объявила выговор демократическому конгрессмену Адаму Шифу за то, что он во вторник во время слушаний в юридическом комитете сказал, что предвыборный штаб Трампа в 2016 году сотрудничал с Россией. Республиканцы обвинили Шифа в клевете. Между тем, в отчете спецпрокурора Роберта Мюллера описано 140 случаев контактов представителей предвыборного штаба Трампа с российскими представителями, в том числе передача руководителем избирательной кампании Трампа Монафортом закрытых данных соцопросов по штатам, агенту российского ГРУ Келимнику, с которым Монафорт также обсуждал привезенный им из Москвы так называемый мирный план расчленения Украины. Все это детально описано в отчете Роберта Мюллера. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга, помогайте друг другу. Здоровья всем. Зло будет остановлено и добро победит. Иначе быть не может. Ну что ж, как всегда, друзья, пишите, откуда вы смотрите и слушайте Рашкин репорт. Спасибо всем, кто уже это делает. Всегда любопытно читать, откуда нас смотрят. Подписывайтесь на Рашкин репорт в Ютубе, ТикТоке, Телеграме, Фейсбуке, Инстаграме. Ну и, конечно, следуйте за мной в Твиттере. И огромное спасибо всем, кто финансово поддерживает Рашкин репорт ежемесячно на платформе Patreon. Вы действительно мои герои, потому что финансово поддерживаете проекты, которые считаете важными. Вы смотрите новости из США Игоря Айзенберга. Меня зовут Юрий Рашкин. Слава Украине и Габа с Америка. И для наших друзей и зрителей в районе Бостона, штат Массачусетс, 9 июля пройдет еще один музыкально-политический квартирник. И в этот раз ко мне в Бостоне присоединится музыкант, исполнитель и человек с точной, четкой, однозначной, я бы сказал, гражданской позицией. Слава Толстой. Надеюсь увидеть вас, если вы живете в районе Бостона, 9 июля. До скорых встреч.